Не, Абгаряна, Манюна. Я знала, что говорила. К тому моменту у меня за плечами была своя личная драма. И я, как никто другой, понимала Маню. Моей первой и пока единственной любовью стал старший брат моей одноклассницы Дианы. Брата звали Аликов, и он отлично играл в футбол. Он в кого-то влюблён? Как бы, между прочим, поинтересовалась я у Дианы? Да вроде нет. «Будет моим!» — решила я и стала ждать. Когда Алик в меня влюбится, ждала аж целых три дня. Но ситуация не менялась. Алик с утра до ночи гонял в мячик и не обращал на меня никакого внимания. Тогда я решила взять им инициативу в свои руки и сочинила поэму о своей любви к нему. Поэма. Алик, ты, может, спросишь, Кто автор этих строк? Но это аноним! И ты о ней не узнаешь никогда и ничего, Кроме того, что я тебя люблю И жить без тебя не могу! И подписала «Нарине Абгарян, 2-й А-класс, Бердской средней школы, номер 2». Запечатала поэму и вручила Диане с просьбой передать Алику. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день, пряча от меня глаза, Дианка со словами «Нашла в кого влюбляться», вернула мне конверт. На обратной стороне Алик написал очень лаконичную ответную поэму. Д-У-Р-А Я кое-как досидела до конца урока, Вернулась домой, не переодеваясь, Прямо в школьной форме, С значком «Октябренка» на груди, Легла умирать. Умирала я долго, Целых 20 минут, И уже была одной ногой на том свете, Когда с работы вернулась мама. Она заглянула в комнату И увидела мой халатный полутру. «А что это ты легла в одежде в постель?» Спросила мама. «Умирать легла». Буркнула я и отдала ей записку. Мама прочитала поэму, Закрыла лицо руками И стряслась всем телом. Плачет удовлетворенно, подумала я. Но когда мама отнимала ладони от лица, Я увидела, что глаза у нее хоть и мокрые, но веселые. «Мам, ты чего смеялась?» Обиделась я. «Ну что ты, — сказала мама, — Давай я тебе кое-что расскажу. Ладно?» Она села на крае кровати И стала объяснять, Что мне пока рано влюбляться, Что все у меня еще впереди, И таких альков в жизни У меня будет еще много. «Сколько много?» — Жил бы интересовалась я. «Ого-го! Сколько!» — ответила мама. «Вставай!» «Нет, я твердо решила умереть». «Ну ладно, как хочешь, — дернула мама плечом. Только я бисквит купила, Твой любимый, с арахисом, И казинаки взяла. Ладно, — вздохнула я, — Пойду поел, а потом вернусь обратно умирать. Умереть мне в тот день так и не удалось, Потому что сначала я ела бисквит. Потом мы с Каренькой смотрели, Ну погоди, потом мы с ней подрались, И мама выставила нас на балкон, Чтобы мы подумали над своим поведением. Потом мы подрались на балконе, И мама затащила нас в квартиру, Чтобы мы еще раз подумали над своим поведением. Она нас развела по разным комнатам, Но мы, конечно же, Соскучились друг по другу, Стали перестукиваться через стену, И орали песни друг другу в розетку. Потом мы смотрели передачу «Спокойной ночи, малыши». После передачи мы легли спать. И тут мне уж точно было неудумирание, Потому что нужно было успеть засну, Пока сестра не начнет храпеть. На том и закончилась моя первая любовь. Спасибо.